вот это вот слева трубы такие видите это новая теплоэлектростанция которая снабжает электричеством сакский район доброе утро уважаемые друзья мы с вами едем по трассе из симферополя в евпаторию я с утра подскочил саки взял таксиста и мы поехали кататься вокруг города саки а потом поедем в федоровку или как тут местные говорят в гарнизон первая наша остановка это озеро сосык сиваш да она сегодня не розовая и завтра тоже нужно жара а вообще нужно июль месяц в конце июля в августе вот она очень-очень розовая сейчас она пока ну так так такое знаете ни о чем но тем не менее надо было отметиться приехать показать озеро сосык сиваш с правой стороны когда едите из симферополя в евпаторию то есть слева море справа озеро вот оно большое и такое себе соленая соленая ну понимаете да это это ж вот здесь добывают соль там где-то там находится соль пром в общем тут соль добывали еще древние греки так что это очень известное озеро сосык сиваш там в переводе с какого-то языка считается вонючая грязь ну типа если вот ветер подует как-то неправильно то вот от нее пахнет честно говоря ничего не пахнет ну может быть раньше это было сейчас вполне себе достойно и прилично самом городе саки я был раз пять это только базар вокзал знаете по делам приезжал и лежал никогда интересовался что там к чему и вот таксист не провел некоторую такую экскурсию так минутка остановки увидел змею так получилось и кто-то долбанул машина и она бедная шалила взял убрал с дороги мало ли может еще оживет и мы едем в гарнизон почему гарнизон потому что там раньше при союзе да и сейчас аэродром то есть военная техника сидела и как-то вот местные привыкли что гарнизон и вот поселок федоровка потомного федоровка выросли там и там когда уже открыли спокойный доступ пожалуйста приезжает дыхать не хочу и стали вот все называть о поехали в новофедоровку а местные до сих пор говорят вас куда гарнизон гарнизон поехали и там стоят очень современные самолеты это не секрет потому что все об этом знают все об этом рассказывают какие-то супер пупер какие-то навороченные там а сейчас внимание справа будет санаторий полтава крым чем он хорош он так принципе ничем не отличается от других но он стоит на берегу моря поэтому сюда нужно ехать летом и лечиться и загорать остальные санаторий как бы в отдалении а этот удачно расположен прямо на берегу моря то есть вы там опорно-двигательный аппарат воля 4 еще что-то такое ну и заодно купаетесь в море я все кто интересуется вот это есть иногда спрашивают там по какой санаторий посоветовать вот я таксиста и допрашивал и он мне все все это дело выдал как на духу где что и как поэтому смотрите видео до конца вам это будет полезно ехать от саг до новофедоровки 5 километров примерно и там бегает еще и маршрутка в общем если хотите на море исаки вот лучше в новофедоровку вот собственно и сама новофедоровка меня таксист повел разными путями чтобы мы по одной дороге заезжали потом хотя по другой в общем чтобы не так было более интересно я сказал я сразу сказал что я хочу поснимать на видео окрестности он понял теперь по туристам а ну все поехали и вот сама это уже много известная новофедоровка сразу скажу что чем дальше от моря тем дешевле это естественно в любой греции голландии франции и турции чем дальше от моря тем дешевле жилье снимать чем ближе тем красивей но и дороже а что почем вот я не узнавал но я приготовил для вас ссылочку на booking где и собраны все предложения по новофедоровки поверьте там очень большое большой выбор если что ссылочка в описании под этим видео ну а мы едем вернее мы не туда немножко едем не туда куда все едут обычно вот туда вот где пирс этот большой а мы немножко сверну я вообще-то таксиста просил поверяйте пожалуйста туда-сюда я хочу так вот одним град одним глазом посмотреть что что тут такое такого здесь 20 лет назад не было и вот на тебе как грибы после дождя пожалуйста очень красивые даже очень приличные гостевые дома я еще признаюсь что мне больше нравится ялта понимаете мне аж даже при произношении слова ялта яж ух здесь ну туда нет кому-то нравится никого не хочу обидеть не дай бог кому-то нравится вот такая обстановка ну а я вот горы перегоры и вот леса можжевельники кипариса вот это мое поэтому я здесь как бы гость так что я здесь ничего не знаю здесь будут еще лет назад это не помню что к чему но то что я сейчас сейчас вижу мне очень нравится знаете даже приятно это показать потому что хоть что-то хоть где-то у нас здесь на западном берегу крыма вполне достойная красивые гостевые дома гостиницы так что есть чем похвастаться хотя бы но посмотрите вполне приличные согласитесь со мной правда так что зря вы тут говорите что вот бабушки с курятниками нет нет есть нормальная приличная гостиницы но хотите подешевле уходите подальше от моря или вот смотрите слева молодец хозяин прям дизайнерский проект такой себе паровозик хочу обратить ваше внимание что отдых в новофедоровке он заточен на такой себе пенсионерский отдых мне очень называть телений отдых то есть приехал загрузился в гостиницу и шлепаешь на море обгорел плэндэш обратно вот такое то есть куда-то пойти что-то там молодежи не знаю это не ялта ну извините еще раз если кого-то чем-то опять оскорбляю ну вы же поймите здесь но не так интересная таксиста допрашивал слушая куда тут чего-то никуда обычно люди мотаются в евпаторию там развлекаются вечером возвращаются обратно и еще дополню что до сак от сего из сак в евпаторию вот они рядом находятся находятся два города ходят автобусы буквально каждые 15 минут очень часто 10-15 минут прямо как эти как челноки и стоит всего 60 рублей а ехать километров 28 по моему ли тридцать что такое так что если у вас бабушки с внуками вот место как раз для вас пляж широченный длиннюю и сейчас кстати началась такая вот проект начинается хотят прямо от сак чуть ли не да и в потории какой-то там пляж протянуть прямо такой блатной с хорошей набережной все это дело облагородить но это пока в проекте а вот в сагах уже начали делать набережную когда буду про саки рассказывать я ее покажу эту набережную и кстати слова саки это давайте будем корректными слова саки обозначает а собирательный образ племен которые здесь жили когда-то их называли саки а потом назвали город по названию этих племен племена были разные просто объединяло их одно название саки слева мы проезжаем самый модный ресторан даже не странно целый такой комплекс пляжный тут тебе и рестораны и пены вечеринки и бассейны детский взрослый кинотеатр такой с большим экраном на столовка в общем такое тусовочное место работает с утра до утра с 9 утра до 5 утра а здесь обычно люди паркуются и идут на море так еще на еще раз напомню что видео снималась конце ой в начале июня в крыму был карантин крым был закрыт от туристов это сейчас этот навал кстати крымский мост уже открыли потому что нет там гаишников знакомые ездят говорят наши ехали никто не остановил что такое наверное уже до такой степени устали что махнули рукой то ладно уже и вот пляж в новофедоровке вполне широкие места тут хватит на 100 тысяч с одной стороны 150 тысяч другой я имею ввиду пирс как бы разделительная полоса и вот сюда очень хорошо приезжать если вам хочется попляжничать понимаете да выражение попляжничать не буду говорить как тюлень валяться на солнце нет попляжничать это выражение у нас было еще давным-давно когда люди идут в поход просто так вот прогуляться не не спортивный поход а так чисто пройтись на выходные и говорит мы идем попляжничать недалеко километров 10 поднимаются и там целый день дурака валяют вот пришли попляжничать вот пожалуйста приезжайте сюда и пляжничали таксист с таким знаете восторгом и как бы с приподнятым таким настроением сказал что этот пляж входит там какую-то десятку лучших пляжей советского союза не ночью широк здесь есть все 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 услуги развлечения все здесь есть просто ну я приехал не вовремя все это пока закрыто было тогда сейчас все работает тем более водичка прогрелась до 20 градусов можно ехать отдыхать просто сейчас дожди идут один за одним крым заливает честно ну ничего ничего это нормально пусть хоть немножко наполнится речки и мы с вами вышли на этот самый причал он как-то бросается в глаза деревне и такой широкий длинный причал это я уже говорил здесь находится гарнизон он до сих пор действует военный гарнизон а до развала союза это была секретная часть здесь проводились испытания уже не секрет конечно же здесь находится уникальный аэродром для отработки посадки взлета на палубу авианосца ну вот и вот этого ничего раньше не было здесь был голый пустырь вот пожалуйста понастроили за 30 лет тут такие вот такую красоту я еще об этом аэродроме там дальше немножко поподробнее расскажу а сейчас просто полюбуйтесь на пляж в новофедоровке где покушать есть магазины есть вся инфраструктура есть поэтому если вы бабушка у вас есть внучок или внучка а лучше и то это сразу вот привозите и сюда и плескайтесь пока солнце не цели по большому счету надо было пешком это все пройти но я что-то вот решил что то ладно взять машину она так быстрее понять не веселее а так вот пешочком чапать это по их патуре я вот кстати если вам нравится вот эти мои прогулки по евпатории ждите продолжение я пойду в спальные районы евпатории я там такое увидел я там просто не ожидал просто в шоке так что готовьте следующее видео будет про ой про окраины евпатории шо там творится не буду ничего говорить ждите ждите это будет интересно все поехали мы обратно виляю камерой видите да столовые кафешки везде вот эта часть поселка она прямо заточена на отдыхающих вот прямо-таки курортный поселок в полном смысле слова если вы приезжаете допустим в любой поселок на юбка там гурзу в какой-то там не знаю мисхор там люди живут и гостевушки вот они как-то делятся здесь конкретно одни гостиницы приехал заселился радуешься жизни поехали мы в обратный путь и вот если вы как-то еще сомневаетесь в моей рекламе этого поселка зайдите в интернет и почитайте отзывы великолепная замечательная лучшая хорошая одни хвалебные отзывы их там сотни 7000 таких вот один в один все вторят в один голос что новофедоровка замечательное место для отдыха а вот в этом месте я попросил водителя свернуть направо и заехать во дворы это жилые дома и вообще вот такие пятиэтажки это по всему крыму повсеместная история везде у нас такие пятиэтажки и я изучают от моменты дворы где они ухожены не ухожены отметил для себя что вполне себе цивильно это бывший гарнизон и село федоровка объединили и получилось нова федоровка на место до сих пор говорят гарнизон а вот то вдали это детский садик раньше там был пустырь а теперь детский садик и дома там какие-то понастроили вспомнил такой факт здесь за евпатории находится село молочное так вот она где-то 2-3 года назад если мне память не изменяет заняло первое место по всему крыму по нескольким параметрам там ухоженности занятость населения инфраструктура в общем самая лучшая деревня в крыму это село молочное там целый конкурс устраивали они они взяли первое место вот сегодня как не доеду не покажу сам там не был самому интересно как-нибудь да приедем сейчас мы подъедем прямо к пп это вот контрольно-пропускной пункт на этот самый аэродром этот военный полигон вообще называется здесь нитка и это единственный союзе в своем роде полигон где испытывают вот эти вот супер какие-то самолеты там взлет посадка на авиапалубы ну я думаю это вам не столь интересно вы же кто-то из вас ждет разговора о сакской грязи по всему крыму разбросаны соленые озера там и там и там везде все хорошо но просто так мазаться оно эффекта не дает нужно сюда приезжать конкретно в город саки вот если вы хотите если вам врач прописал грязи крыма приезжайте саки селитесь в любой ну если у вас есть деньги селитесь в любой санаторий это будет стопроцентный результат потому что вам там не только что такое грязь вот мы как в детстве я часто людей вижу вышли обмазались похихикали обсохли пошли в море окунулись грязь смыли так все делают и думаю что они лечатся нет чтобы это дало эффект во первых нужно знать что у вас сердце не дай бог сердце больное будут могут быть осложнения потом не говорите ой не знал а если опять же нельзя чтобы ты стоял на ветру вот измазался и стоишь если ветер сильный можно простыть вообще там есть некоторые ограничения вот как это самолечение грязями кстати вот мы подъезжаем к этому самому озеру слева и справа справа пресное озеро вот пресная вода туда же рыбу ловит а слева соленая там слева вообще это сакское озеро но большое и делится там на какие-то секции там такая соленая там не такая соленая что-то такое и вот все санаторий набирают именно здесь грязь для своих для лечения так вот я спрашивал не только у таксиста и еще троих женщин местных и в евпатории и здесь я спрашивал как бы не значать типа я турист что вы посоветуете так вот разведал докладывал информация не секретная но важно если у вас много денег селитесь сразу какой-нибудь там полтава крым вот в пирогово там бурденко если мало денег а таких большинство ищите в саках спец больницу есть такая вот спец больница есть в интернете сайт так вот у них вот эти вот медицинские процедуры типа обертывания массаж и прочее там они стоят в два а то и в три раза дешевле чем в хороших вот этих вот санаториях то есть приехали по сервису какой-нибудь бабушки и бегаете в эту больничку договорившись заранее чтобы вас принимали запомните спец больница это не реклама это я чисто вот случайно узнал и это будет намного эффективнее если вы будете приезжать набирать увозить с собой вот спец больница вам поможет это не реклама это чисто дружеский свет ребята это через вот просто от души так что если кому поможет не пожадничайте лайка под этим видео а у меня на этом все большое спасибо за внимание до свидания спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!